Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я перехожу на русский язык, чтобы большинство могло сразу меня услышать и понять. Хочу вернуться три года назад, немножко поговорить о том времени. И для гостей и для всех присутствующих просто напомнить, что 2014 год был особенным для того, чтобы открыть возможность людям знакомиться с уникальным проектом. Проектом новых технологий, проектом, который называется на русском языке очень красиво. Я думаю, что ни на одном языке нельзя так перевести, потому что мы имеем очень много разных названий. Это струнный транспорт Юницкого, это дороги второго уровня, это Skyway, который мы все так любим. И это наверняка был один из очень важных решений, когда проект Skyway был открыт для общего доступа и для того, чтобы люди могли узнавать об этом проекте, знакомиться с ним и принимать решение поддерживать этот проект. И хочу сказать, что третий год, третий год подряд мы уже все, большинство из нас, мы все уже в проекте. Это уникально. Нас даже сегодня много, но вы понимаете, что это только маленькая-маленькая часть всех тех людей, которые заинтересованы в развитии проекта Skyway. И что мы успели совместно сделать? То, что мы сегодня здесь, это заслуга каждого из нас отдельно и всех нас вместе. Мы очень сильная команда, и мы уже разрастаемся по всему миру. И за это время мы успели с мечты сделать реальные шаги и достигать реальные достижения. Только в 2014 году первые люди услышали о том, что у них появилась возможность поддержать проект. Потом совместными силами мы создали и открыли конструкторское бюро. Еще чуть-чуть позже у нас уже была возможность запустить наш Эко-техно-парк, в котором большинство из нас были и чувствовали себя счастливыми, имея возможность гулять по этому парку и даже посадить свое дерево. Совсем недавно мы совершили уникальный шаг, который помог нам выйти на мировую площадку, на мировой уровень. О нас стали говорить, о нас удивляются. И это Берлин. Это выставка «Инотранс-2016». И, конечно, здесь разговор не про выставку, а про то, как мы смогли проект «Скайвер» представить на ней. И это уникальный момент, когда мы смогли продемонстрировать совместно созданные промышленные образцы. И все эти шаги говорят о том, что мы просто готовы. Готовы расти, готовы идти дальше и готовы решать свои важные задачи. И я думаю, что мы готовы быть сегодня вместе в первом европейском форуме, который открывается именно здесь, в Юрмале, сегодня и завтра. Поэтому я говорю, что европейский форум слоганом «Скайвей сегодня», «Скайвей тудей» может быть открытым. Теперь пару слов о плане нашего дня. Мы сегодня будем работать по оплотному графику до пяти часов. У нас только один перерыв с часу 30 до 2. Это у нас кофейная пауза. Я вас заранее уже предупреждаю, кофейная пауза будет накрыта в двух залах, направо и налево. Поэтому распределяемся по двум залам и чувствуем себя комфортно. В 17 часов у нас еще совместные фотографии и личные переговоры, но уже в 17.30 мы продолжаем вторую часть своего мероприятия. И те, которые приглашены и зарегистрированы на вторую часть мероприятия, мы встречаемся в 17.30 уже на первом этаже. И у нас впереди прекрасная, достаточно длинная, красивая программа. И, конечно, мы встречаемся завтра. Завтрашний день начинается регистрацией в 9.00. С 10.00 мы начинаем конференцию, как всегда, начинаем вовремя. Поэтому завтра у нас второй рабочий день для всех партнеров, которые планировали с нами провести два дня. Ну так, коротко о нашем плане и, наверное, перейдем уже к самым важным событиям и начнем нашу конференцию. Первое слово я хочу дать человеку, который вас всех ознакомит с проектом и актуальностями, которые сегодня происходят в проекте SkyWay. И я очень люблю эту презентацию, могу сказать, что это одна из моих любимых презентаций, которые читает, по-моему, никто не читает так, как читает именно этот человек, эту тему. Это Владислав Волков из Санкт-Петербурга. Приветствуем Владислава, наслаждайтесь. Это самая лучшая презентация из Кореи. Добрый день, дорогие друзья. Давайте сразу для понимания, как вести и что рассказывать, так как я инженер по образованию, очень люблю эту технологию, я очень люблю глубоко в нее уходить. Кто у нас сейчас вообще первый раз, и никто ничего не слышал о технологии SkyWay и о том... Спасибо, Владимир. Все, всем спасибо, я закончил. Когда мы сделаем второй шаг, я вижу просто в зале получилось, я насчитал 7 человек, тогда мы очень быстро пройдемся просто по технологии, да, что у нас, какой вид транспорта, и посмотрим новости в Экотехнопарке. Ну, в общем, пробежимся очень быстро и коротко в течение 12-15 минут. Сегодня мы поговорим о транспорте второго поколения. Этот транспорт, вы уже знаете, да, SkyWay. Великолепный и прекрасный человек, который несет это сердце и на сегодняшний день это реализуется, является Антон Ильич Ницкий. Его регалии написано и достижения написаны на этом прекрасном плакате. Этот человек, об этом человеке очень хорошо написано в этой книге. Кто не читал эту книгу, я прошу все-таки окунитесь в эту атмосферу. Это прекрасная книга, написанная Антоной Боровским, «Юницкие небесные дороги». Документальный роман. И сегодня мы поговорим о четырех видах транспорта. Это высокоскоростной городской грузовой и юнибайк. Это легкий вид транспорта, который уже стартовал, вы знаете, да, в Австралии. Я думаю, что это самый быстрый и легкий вид транспорта, который у нас будет стартовать в ближайшее время. Высокоскоростной вид транспорта, да, мы уже знаем, да, для передвижения между городами со скоростью 500 км в час. Вот именно так и юнибус уже в ближайшее время, с чем я вас себя и вас поздравляю, будут уходить с наших вокзалов с промежуткой в 20 секунд. И мы уже, у нас уже есть модельный ряд, прекрасный модельный ряд. И именно вот так в этом году на рельс-ферме мы будем наблюдать наш юнибус, который будет двигаться со скоростью до 500 км в час. Но именно на нашем экономтехнопарке, так как у нас 950 метров, скорость будет достигаться 100 км в час. Но вот так в ближайшие 1,5-2-3 года городскую структуру, не нарушая ее, а дополняя. Тут же мы тоже имеем модельный ряд, который начинается от двух пассажиров и заканчивается. И юнибус, обратите внимание, 168 человек. Это все-таки, я считаю, что достижение, да. И, конечно, мы находимся на втором уровне. И то, что происходит вот на этом слайде, нас никак не касается, потому что у нас совершенно другая, новая технология, которую мы с вами реализуем. И у нас, естественно, есть станции поворотные и разворотные, они же анкерные опоры. Их очень большое количество, они уже прочерчены, сделаны, просчитаны. И именно вот так красиво, совмещаясь с высокоскоростным транспортом, городской будет бороздить просторы земли. Но в Экотехнопарке мы увидим вот именно так подвесной вид транспорта уже в этом году, до конца года это будет сделано. И мы дальше увидим. Грузовой вид транспорта, это предназначен для перевозки грузов, да, со скоростью 120 км в час. И прошу обратить внимание, вот на нижний ролик, это прекрасная система, которая позволяет загрузить весь состав со скоростью 6 тонн в секунду. И при этом еще великолепная, более великолепная система, которая позволяет полностью весь состав за 30 секунд, сейчас вы увидите, разгрузить весь наш состав. Но именно в Экотехнопарке будет представлена другая система, это юнитраки и грузовой транспорт ленточного типа. И именно вот так это будет представлено в Экотехнопарке. Загрузка будет как у ленточного типа, так и у юнитраков сверху, но еще у юнитраки подразумевается и боковая загрузка. И четвертый вид транспорта, самый легкий, самый быстрый, самый красивый, это юни-юни-байки со скоростью передвижения 120 км в час. В парках, вдоль аллей, вдоль всевозможных, на увеселительных всевозможных площадках. Или же, как все мы уже знаем, в Австралии стартовал проект в городе Аделаида, это университет Фриндерс. И этот прекрасный юнитрак был показан, мы все знаем, на выставке в Иннотранс. Основой, мы уже знаем, нашего вида транспорта является рельс струна. И у нас три вида рельс струны, гибкий, жесткий и полужесткий. И именно в зависимости от вида транспорта будет использоваться та или иная струна. Тот или иной рельс. Основа 250 до 1000 тонн, в зависимости от вида транспорта. Все это у нас, естественно, залито бетоном. Бетон у нас необычный, наша разработка, с антикоррозийными добавками, ингибиторы коррозии. И плюс шумопоглощающие, минеральные добавки. Мы здесь учли японский опыт, когда была построена путевая структура, но без внутреннего наполнения. И она звучала, как колокол в течение определенного времени. То есть мы это уже учли. Далее у нас великолепные показатели аэродинамические. И это было в течение определенного долгого времени. Наша машина была продута в Санкт-Петербурге. И коэффициент аэродинамического сопротивления ЦХ у нас равен 0,05. Что это для понимания? У Анатолия Дородовича был вопрос. Для понимания, если поезд со скоростью 500 км в час будет двигаться, и вы будете находиться вдоль трассы на расстоянии от 50 метров, то на деревьях листья не шелохнутся, и поток ветра вы не почувствуете. То есть у нас такие великолепные аэродинамические сопротивления. Коэффициент аэродинамического сопротивления такой хороший. Естественно, мы показали в этом году наш мотор-колесо. Это вот вы видите мотор-колесо от Юнибайка. Тоже наша разработка, все мы знаем, да? Тоже наше ноу-хау, можно сказать. И именно в каждом виде транспорта будет использовано свое мотор-колесо. Для всех четырех видов свое. Противосходная система, вы знаете, у нас есть для городского вида транспорта, да? У нас своя система сцепки и своя система противосходная для высокоскоростного. Вот как раз вы ее видите на данном слайде. У нас великолепные показатели по стеклу. Да, стекло наше с вами выдерживает удар по 32-килограммовой гири. Плюс теплоизоляция нашего стекла настолько хороша, что полтора сантиметра стекла заменяет по теплоизоляционным свойствам полутораметровую стену. Кипичную. Это тоже наша разработка. И далее мы будем, я думаю, что на этом уже, это же и представляет миру. И интеллектуальное ограждение. Вы знаете, прекрасный этот модуль охранный, который был показан в Берлине, да? Стоял красник, красавец, и все на него обращали внимание. Вот он как раз есть. Это интеллектуальное ограждение. Вот этот модуль наш как раз ездит и следит за территорией, той или иной территорией, где используется это ограждение. И нельзя не сказать вот об этой системе, да? Это провисающие эстакады, где на порядок эффективной дороги выше. Именно эту систему провисающую мы будем использовать для преодоления водных преград. Или же в горных всевозможных местах. Это великолепное технологическое решение, о котором я вкратце скажу, да? Здесь мы стартуем. Здесь вообще работает гравитационный двигатель. Мы стартуем из точки А. Это, естественно, наши опоры, анкерные опоры. Они же могут быть и станции, и для проживания, и для фитнеса, и всевозможные. Это все что угодно. Магазины и апартаменты, да? Отсюда мы стартуем. Достигаем середины. Если у нас провисит 25-метровая скорость, у нас 90 км в час. За счет гравитационного двигателя, силы гравитации. Здесь мы начинаем движение. Естественно, Юнибус у нас теряет скорость. Но при этом мы рекуперируем энергию, накапливаем в наш аккумулятор. И передвигаемся, доходим вот отсюда, до этой точки. И передвигаемся вот по этой красивой станции, которая находится внутри, которая находится именно здесь. Станции могут быть двухуровневые, как вы видите здесь. Выходим на этой станции, спускаемся вниз, либо продолжаем движение дальше. То есть полностью работает земная красота, то есть система гравитационная. То есть работает гравитационный двигатель. И огромнейшее, просто колоссальное, громадное-громадное спасибо нашему конструкторскому бюро. Вот как раз здесь, на данной фотографии видно нас 200 человек. И более 100 высококлассных специалистов, 15 конструкторских бюро. И каждый занимается своим направлением. И мы знаем, что у нас стартовал проект в Австралии. И мы знаем прекрасно, что в Австралии существовало и существует вот такая, не люблю слово, проблема, да. А вот такой вопрос, когда двигались по автостраде поезда с четырьмя, шестью и доходило даже до восьми вагонов, да. Естественно, как бы это неприятно, когда двигаешься. Поэтому, естественно, конечно, Род Хук заинтересовался и на сегодняшний день он наш партнер в этом направлении. Мы знаем, что в Флиндерс университет у нас стартовал проект 500 метров в кампусе, да. Как раз юнибайка. И мы знаем о том, что приезжали с Родом Хуком два инженера к нам. Это мы уже прекрасно знаем. И знаем, что эта компания Auricon очень солидная компания. Не просто так было с ней завязаться в работу. И мы знаем, что скайп-конференции проходят, а так как позволяет на сегодняшний день технология, и не нужно перемещаться в ту или иную страну, соответственно, инженеры могут через переводчиков общаться в том или ином направлении. И это нас радует. Ну и, конечно же, Иннотранс-2016. Это тот бум и та выставка, где мы стояли. Вот на маленьком... Маленький стенд у нас был на Фьючери Мобилити Парк. И большой наш стенд. Я называю, что большой, потому что у нас очень много было посетителей. Или больше, чем, я считаю, что у всех. И для понимания, что маленький наш Фьючери Мобилити Парк был все-таки востребован, и там тоже был ажиотаж. Потому что все люди, которые входили, они прямиком заходили и видели 4 инновационных направления. Это был SkyWay Hyperloop. Компания Next представлялась. И компания немецкая Walk Black, по-моему, сейчас, если я не ошибаюсь. И на нашем стенде, вот видите, трое человек, да, не справлялись. Я, в том числе, решил отойти и специально сделать такое маленькое видео, как люди интересовались и были, как бы, увлечены этим проектом, и перенаправлялись уже напрямую на наш стенд. И для понимания, что же представили наши, ну, можно сказать, не партнеры, а товарищи, которые тоже выступали как с инновационными проектами. Это компания Hyperloop и Elon Musk. Все знают, да? Кто знает, поднимите руку, чтобы дальше. Да, большинство. Но передвижение в вакуумной трубе на воздушной подушке, но маленькое видео в течение 1 минуты 20 секунд, где сам Elon Musk выступает перед студентами в Техасском университете и говорит об этой технологии сокровенные слова. So, so I think, I think, actually, for onedy tracks, it would probably be wheels, and then it's sort of up in the air as to what it would be for a longer range track where you really try to push the limits. If I had to change anything in the document. What would you change? If I had to change anything in the document? Продолжение следует... Ну, это я повторяю. Это я понял еще более 30 лет назад. Сделал вот этот анализ. Обратили внимание, да? Обратили внимание, что если бы кто-то взялся реализовать этот проект, я бы советовал его поставить на колеса. Это прозвучало сейчас от самого Элна Маска. Вторая компания, Next, это вот такие вагончики, очень красивые. Это, опять же, первый уровень. Первый уровень, вызываете через мобильное приложение, к вам приезжает вот такой вагончик, вы в него перемещаетесь. И, опять же, это основные дороги, это же основные перекрестки и так далее и тому подобное. И третья компания, это вот Волтер Бек, который якобы перемещение в трубе и то же самое на трубе, возможность перемещения поезда и так далее и тому подобное с внедрением также в систему оптоволокна и кабеля. Но, сразу, смотрите, фотографии, да? Компания Next. Маленькие. Это просто для сравнения, сейчас я скажу, почему это. И вот такой вот небольшой из картона стоял на улице макет, который говорил о том, что эти вагончики двигаются. Hyperloop, это вот как раз напротив нашего стенда и ваш покорный слуга надел 3D-очки для того, чтобы все-таки побывать в этой трубе и посмотреть, как это все двигается. Ну и еще вы видели наверняка в YouTube, Михаил Кириченко сделал прекрасный репортаж о том, как это все и что было представлено. Ну и вот наши немецкие партнеры представили такие машинки вместе с якобы трубами, в которых должен перемещаться тот или иной агрегат. Теперь перейдем к нашей компании, просто для сравнения, да? Полномасштабные образцы, действующие образцы, которые были показаны всему миру. Это не просто образцы, то есть Unibike, Unibus, охранный модуль, плюс наше мотор-колесо, в которых можно было посидеть, покрутить педали. И некоторые даже пытались уехать на нашем Unibike, но не получилось, слишком дорогое удовольствие. Да, и очень большое, огромное спасибо Роду Хоку, конечно, и всем остальным командам, Виктору Бабуриной и остальная команда. Они сделали очень многое, и мы тоже с вами, потому что мы посетили этот... Кто посетил InnoTrans? Поднимите руку. Виктор Бабуриной и остальная команда. Мы поехали в Минск, да? Для того, чтобы понимать Австралия, Белоруссия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина, Франция и Швеция на выставке, да? И мы здесь же опять... Это был взрыв, потому что технология востребована на сегодняшний день не только в Белоруссии, а по всему миру. И визит заместитель премьер-министра Республики Белоруссии на выставке, где как раз в этом месте, на видео, если послушаете, там идет вопрос о том, чтобы переместить метро из-под земли наверх. И, естественно, министр энергетики Белоруссии спрашивал как раз в видео, это был интересный вопрос, чем вам помочь? Анатолий Борисович отвечал, не мешайте. Он не понял вопрос, теперь спрашивал, я понимаю, что не мешать, но скажите, чем вам помочь? Помощь заключается в том, чтобы не мешать. И это, видимо, так и будет, потому что он пообещал. Посол Японии на стенде тоже проявил колоссальный интерес, и в будущем году, в 2017 году у нас будут в Москве встречи. Я не просто надеюсь, я в этом уверен, 100%, что так и будет. И, естественно, после бума в Берлине инотранс, вот вы видите здесь как раз Green Day Skyway в Санкт-Петербурге, нас пригласили в великолепный университет Петра, где мы для 15 тысяч студентов и были иностранцы, было порядка 160 или 180 участников всевозможных и иностранцев тоже были. Мы как раз показывали и рассказывали технологии, я вам хочу сказать, что студенты и преподаватели, и люди были заинтересованы не меньше, чем инотранс. Это был третий выстрел, можно сказать, хороший и красивый. И у нас сейчас ведутся переговоры именно в университете по дальнейшей работе. Мы с вами в восьмом этапе, мы перешагнули седьмой этап. Давайте похлопаем, наверное, да? У нас были свои трудности. Это не трудности, это такие временные моменты, да, мы их преодолеваем. И мы строим с вами экотехнопарк. Не буду говорить, что это такое, все уже знают. Это четыре вида транспорта, где мы, ну, семь человек, да, давайте скажу, четыре вида транспорта, где мы уже в этом году показываем всему миру, и в том числе и нам, высокоскоростной на протяжении 950 метров, он уже, я дальше сейчас покажу, что у нас готово, уж практически готово, да? Городская, легкая, городская, подвесная и грузовая вот как раз на этом месте у нас. Транспортно-логистический узел городской, он уже практически готов, практически завершен. На основе с отделочной работой, видите, красивые окна у нас, необычные. Вот именно так уже в этом году это будет выглядеть, где на верхнюю часть будет приходить высокоскоростной, на нижнюю часть будет подвесной городской, и здесь у нас будет музей. 19 анкерных опор у нас есть, уже стоят, и мы их знаем все, да, проверили лазером, соосность великолепная, великолепная, то есть нам не нужно добавлять технические элементы маленькие там, да? И вторая анкерная опора, вот она здесь, она тоже уже готова. Она была видоизменена с определенным количеством средств, которые были сэкономлены, но тем не менее она оказалась очень красивой и приятной, не менее чем первая. Путевая структура, именно рельсферма у нас изготавливается, да, мы как раз нашли великолепное производство, которое на сегодняшний день нас устраивает, и мы, вот вы видите, изготовили путевую структуру, именно рельсферму, и мы ее завезли в Экотехнопарк, и начинаем монтаж вот на этом пути. Городская у нас тоже готова, анкерные опоры у нас готовы, 15 промежуточных опор у нас готовы, да, и у нас начинается монтаж именно путевой структуры для городской. Плюс наши анкерные опоры, все спрашивали у меня, в Бельгии было очень много вопросов от партнеров, что это за палочки стоят. Мне пришлось сделать специальный такой слайд, чтобы не было, было понимание, это наши анкерные опоры для провисающей системы, где расстояние от этой анкерной опоры до этой 200 метров, от основных опор 400, и здесь у нас 200, 400 и 200. Здесь мы показываем наш вот этот вот промежуток между анкерными опорами. Вот наш Экотехнопарк со строительством, с анкерными опорами и со всеми моментами, которые в этом году уже доделываются, и в этом году мы будем видеть все это воочию, очень красиво и великолепно. И плюс грузовая, грузовая у нас тоже практически готова, анкерные опоры, промежуточные опоры, и мы доделываем, то есть мы идем вперед, мы идем вперед. Вот так мы будем наблюдать наши юнибусы уже на парковках в ближайшее время, и это реальность, юнибусы и юнибайки. Мы никак не конкурируем с общественным транспортом, то есть мы находимся на втором уровне, вот эти автобусы и личные автомобили, это все будет жить вместе с нами. Но по ходу это все будет потихонечку, люди будут переходить, это однозначно, 100% и бесповоротно. Или же вот так, то есть мы даже очень-очень прекрасно вписываемся в структуру города. Для... просто история маленькая, обратите внимание, 10... почти год назад, начало, да, 7 человек, обратите внимание на местность, на нашу Текрык, это парк, и мы закапываем послание нашим потомкам, да, то есть на 10, по-моему, 15, да, Сергея Анатольевича? Да, и 50 лет, да. Сергей Анатольевич, видите, выглядит красиво очень. Маслов не так красиво. Да, Маслов Владимир Суходоев, Лариса Артамонова, Ирина Волкова, Анатолий Дуанович и как раз Михаил Кириченко. Обратите внимание, полгода, прошло полгода, Эко-техно, Эко-фест. Нас 850 человек, и уже у нас анкерная опора стоит, а наша санкция, 19 опор стоит, и мы вот здесь вот посадили с вами, помните, да, наши красивые сады, которые уже на сегодняшний день выросли, как я рост там приблизительно. И вот с птичьего полета мы можем наблюдать наш эко-технопарк, высокоскоростная, городская, легкая, подвесная, плюс грузовая. Вот видите, уже практически мы приходим к финишной черте. В чем я очень рад и я 100% уверен, что так и будет. И с внедрением нашей технологии мы с вами переходим в шестой технологический уклад. Это запуск эпохи Транснет, новая энергетика, новые материалы, новая экономика, эволюция, наши новые линейные города и наше новое восприятие мира. И все это для того, чтобы это все осуществить, как раз мы строим и эко-технопарк. Это для новичков. Мы показываем всему миру все четыре вида транспорта, нашего красивого, я считаю, что он очень красивый вид транспорта. Я в него очень люблю. Но на первом месте, конечно, супруга, потом транспорт. Да, и это уже стало нашей, можно сказать, традицией, да, завершение Михаила Кириченко. Очень красиво выбрал эту позу. Струй Скайвэй, спасай планету. Это очень красиво, да. Маленькое видео для поднятия настроения. Этот человек у нас в зале, и все знают прекрасно, что он... Давайте его поблагодарим. Да, 2800 метров для нас уже не предел. Так что мы идем вперед, и даже небеса уже знают, что Скайвэй мы с вами строим. Прекрасный друзьяк. Бескрашный человек. Я думаю, что с такими партнерами мы... Да, перейдем в следующую стадию, о которой я сейчас говорить не буду, хотя хотел вставать это общепланетарно-транспортная система, но это в следующем, в третий раз. Да. Да. Вот у нас этот человек, герой в зале. И как раз это будет интересно. И спасибо большое. Вот так вот я уложился, извините, чуть-чуть побольше, на три минуты побольше. Прошу прощения. Приглашаю следующего человека, данного генета. Возможно, о нем лучше скажут. Это Владимир Маслов. Спасибо. Подключай, у меня батарейка. Владислав, ты уж извини, батарейка садится, так что это можно заряжать, ставить. Спасибо, Владислав. И приглашаю Владимира Маслова. Нас, конечно, всех интересует наш инвестиционный продукт и наша юридическая база. И Владимир всегда тот в команде, который следит за системой, за порядком и за тем, чтобы всем все было понятно. Я думаю, что и сегодня всем все станет намного понятнее. Поэтому слово Владимиру Маслову. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад, что столько людей приняли решение участвовать в этом форуме. Это не так просто оторваться от своих других дел и посвятить самому важному делу время. И это правильный выбор, на мой взгляд. Поэтому моя задача, как уже Инета обозначила, это остановиться на продукте, инвестиционном продукте. Но не заумствуя, а разъясняя и понимая, что это такое и с чем мы вообще имеем дело. Потому что практически зачастую мы путаем некоторые вещи, тем самым создаем неразбериху. А это приводит и может привести к определенным непонятностям, каким-то невозникшим или нереализованным ожиданиям и так далее. Поэтому все по порядку. Это все ясно, что это инвестиционный продукт. Пойдем дальше. Вот смотрите, что здесь очень важно. Мне с самого начала хотелось бы вам показать, что просмотрим. Вот мы практически все с вами инвесторы, в том числе и я сам. Поэтому я как бы сделал на своем примере, это я инвестирую в проект. Я инвестирую в проект. Вот проект, адресный проект, неважно как он называется. В нашем случае это Экотехнопарк. Это тоже адресный проект, можно спорить, не спорить, но это проект. Это факт. Мы знаем его стоимость этого проекта. И поэтому я инвестирую в проект. И сейчас нас не интересует стоимость проекта, проект то, что он существует. Далее. Получаю, у меня есть два пути. Есть выбор. Есть два пути. Первый путь. И с одной стороны, вот эти два пути и весь пакет документов, которые сейчас созданы совместно с РСВ, Системс и Кэпитал, это есть так называемый юридический или, скажем, базовая, база, юридическая база продукта. У меня есть выбор. Получаю залог, инвестирую сумму. Получаю залог в виде акции Евразии, НРСК, Системс, Холдинга. Сейчас мы еще пару слов скажем, что это за акции. Дальше. Я принимаю решение. Я пошел этим путем. Принимаю, получаю этот залог. Пойду этим путем. Потому что, практически, у меня есть еще второй путь. Получить залог или получить гарантию через три года возврата суммы. Плюс определенные проценты, если они будут за этот период. Но я иду пока по этому пути. И он мне более интересен. Я сейчас скажу, почему. Решаю забрать залог сразу. Потому что это все-таки серьезные акции. Хотя они сегодня и не на бирже. Хотя они сегодня еще и не номинированы. Но мы знаем, как идет процесс. И очень прекрасно нам... Виктор Бабурин по окончанию перерыва. Друзья. Все, сейчас перерыв заканчивается. Начинаем следующую работу. Это наш лидер Стефан. Поздравляем всех. Спасай планету. Франчисик. Вы его видели все по словацкой конференции. Иннет, ну что, начинаем? У нас 14.30 вновь. Нет, пришел. 14.30? Лена! По уши, мы с вами походим все. Уважаемые гости. Занимаем места. Радоим. В прямом эфире. Леша, Леша, давай, заканчиваем. Так, Леша, ну ты тогда снимать будешь, да? Давайте. Так, ну это самое. Значит, все, я батарейку поставил запасную. Знаешь, как лучше его это, прижимай в это самое, чтобы... Хорошо. Нет, к этой. Вот так вот ставь и смотри, чтобы было нормально все. Вот так ставь его. Да, все нормально, хорошо. Чтобы она не шаталась. Так, а может ты поснимаешь, мы сейчас слайды будем листать? Ну, конечно. Ну что, все готовы? Ну что, все готовы? Есть? Давайте на ботзапу. У меня нет ботзапа. У меня нет ботзапа. Надо цепить. Там, сзади, слышно? Убай, барабан, я тоже. И ботзапа не байк. А ты его прижимай, я сейчас выступать буду. Ты его прижимай просто. Она вот сюда. Все хорошее слышали? Или можешь вообще вот так вот... Много из этого знали. Ну, переходим дальше. И много новостей у нас впереди. И сейчас думаю, как вам предложить эту встречу. Вы знаете, вы попали на живой вебинар, можно так сказать. Его ведут нам всем знакомые наши чудесные партнеры нашей команды. И мне хочется пару слов сказать о каждом из них. Алексей Сухадоров. Помяните, чтобы тебя все узнали. Я рада, что сегодня в зале достаточно много и молодых людей. И хочется сказать, вот это тот пример, где молодость и зрелость совмещаются. И рекомендуйте своему молодому окружению приходить в проект и работать с такой оттачей, как это делает Алексей. И, конечно, где уже у нас основной вебинар без участия Сергея Сибирякова. И Сергей Сибиряков является нашей душой, наверное, всей командой. И имеет самый длительный опыт. И просто не может быть ни одно мероприятие без Сергея. Поэтому, Сергей, мы тебя приветствуем. Очень рады, что ты не пришел. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Виктор, посмотрите. Все нормально. Так, слышно, да? Ну, давайте, друзья. Рад вас приветствовать. Мы с Алексеем сегодня приехали прямо из Минска. То есть вчера работали в Минске целый день. Были в конструкторском бюро. Общались с Анатолем Раджем в Минске. Потом ездили на производство. Я сейчас несколько последних новостей прямо из завода. Потом вечером опять работали. Настолько плотно, что Анатолий Дурашевич Юницкий у нас прям уже довез до поезда и уже убедился. Знаете, есть такая русская поговорка. Почему всегда провожаю до ворот? Чтобы убедиться, что уехали. Поэтому он нас посадил в поезд. Мы поехали. Так сказать, гарантия, что мы здесь, мы работаем. Поэтому, так, с переводом как? Успеваете? Я тогда, если чуть помедленнее, вы мне... Чуть помедленнее. Да, вы мне тормозите тогда. Значит, ну, я думаю, что многие из вас смотрят наши вебинары, многие информацию, которую мы доводим. Да, действительно, уже будет скоро 17 лет юбилей в октябре, когда будем... В апреле, когда будем проводить наш фестиваль. Уже с демонстрацией это будет юбилейный для меня. Ну, как юбилейный. Это 17 лет, как я работаю и познакомился с Юницким, с технологией. То есть он ко мне пришел как раз в апреле 2000 года, когда мы с ним познакомились и начали работать в свой день рождения. Почему я хорошо запомнил эту дату? Потому что мы с ним общались, потом он говорит, что у меня сегодня день рождения. Ну, мы сразу за мной ответили. И на сегодняшний момент новый этап. То есть, опять же, я всегда это повторяю, друзья, что я физически ощущаю, насколько другое время, насколько, скажем так, другая атмосфера. Потому что вот можете мне поверить, друзья, вот сейчас вы здесь находитесь, вот с Франчисиком мы недавно проводили конференцию в Словакии, в Германии вот Алексей только что ездил. Я когда смотрю на ребят, как они делают презентацию, когда листают слайды. Вначале мы тоже смотрели. Понимаете, насколько это приятно, когда показываешь, ребята, вот что мы сделали, вот экотехнопарк, вот машины, вот берлинская выставка, вот строящаяся путевая структура, вот на 29 ноября готовится уже первая презентация именно путевой структуры подвижного состава, вот заказы, вот делегации, вот заявки. Понимаете, так сказать. А вот теперь, друзья, чтобы вы понимали ценность того, что мы с вами сделали, друзья, а вот теперь три года назад мы начали вести вебинары, мы начали вести в феврале 2014 года. Компания зарегистрирована в октябре 2013 года, то есть когда именно была принята логика перехода на краудинвестинг. И я сейчас, друзья, просто с определенной... Я сейчас с неким ужасом даже для себя вспоминаю первый вебинар, который мы ввели, наверное, какого, первого или второго февраля, да? Первого, второго февраля 2014 года. Мы с Юнистским вдвоем, такое маленькое окошечко, соответственно, 23 человека было на первом вебинаре, вот, поэтому это тоже было такое знаковое событие. И после этого мы начали доводить постоянную информацию, рассказывать, показывать, стали приходить люди, стали приходить партнеры, стали приходить инвесторы. Потихонечку... И сейчас, скажем, 20... Нет, 18-го, 18-го, 18-го марта, да? Мы провели первую конференцию, то есть через буквально полтора месяца, как начали вещать. И многих людей, вот я сейчас уже узнаю, кто был на нашей первой конференции, ну, я могу сказать, что наиболее такое значимое для меня событие, для всего Skyway, что я с Алексеем познакомился на этой первой конференции, когда он приехал. Еще очень многих людей, которые знают, Андрей Хавратов появился на первой этой конференции, еще очень многие инвесторы, которые сыграли потом такую значимую роль, вот мы все познакомились на этой первой конференции, и я могу сказать, что так как волновался я перед этой конференцией, вот мартовской, у меня огромный опыт выступления, я 10, 10, больше 10 лет я веду лекции, я вел про Skyway конференции на 4,5 тысячи человек, и, соответственно, я никогда так не волновался, как вот первый раз, потому что именно по краудинвестингу, я не знал, какие люди придут, я не знал, кто находится с той стороны вебинара, я вообще никогда не знал, то есть для меня вебинар, это было, когда сидишь и разговариваешь сам с собой, глядя, так сказать, это очень необычное чувство, и когда я пришел в зал, был, я не знаю, кто-нибудь был, есть в зале, кто на первой конференции нашей участвовал, мартовской, ну вот, вот есть Женя, да, вот я уже, так сказать, видите, вот уже даже здесь есть люди, которые были на нашей первой мартовской конференции, и когда я вживую увидел людей, которые находятся, что это нормальные, в основном в возрасте, хотя есть из молодежи, причем мужчины и женщины с техническим образованием, и я-то думал, что мы будем разговаривать о каких-то построениях структур, о каких-то маркетингах, а для меня 3 года назад это были вообще непонятные слова, и тем не менее, когда прошло время, мы сейчас четко понимаем, что это было единственное правильно принятое решение Юницким, чтобы краудинвестинг, создать инвестпроводящую систему, именно обратиться с заведением информации до большого количества людей, чтобы люди поверили в это, пришли в это, инвестировали, и мы создали то, что создали. Сегодня, друзья, когда мы стоим на определенном уже шаге, когда в ноябре будет качественное изменение нашего программы, нашего проекта, просто качественное изменение, я на этом сейчас остановлюсь очень, ну, так сказать, несколько подробнее, чтобы вы понимали ценность и вы понимали того, что мы создали. Не будем создавать, понимаете, друзья, уже звучат другие слова, не мы будем делать, потому что 2,5 года мы постоянно говорили, мы соберем конструкторское бюро, мы получим землю, мы сконструируем, спроектируем, изготовим чертежи, мы закажем на производстве в подвижной состав, мы его смонтируем и мы покажем. Вот мы все это время это говорили, но постепенно стала добавляться вторая часть. Мы создали конструкторское бюро, хотя я могу сказать, очень много людей из моего даже такого близкого окружения, банкиров, скажем так, больших бизнесменов, они не верили, что мы сможем создать конструкторское бюро такого мирового уровня, которое будет делать инновацию мирового уровня. Мы создали это конструкторское бюро. Это неимоверная работа для именно Юницкого как генерального конструктора, потому что собрать такое количество людей профессиональных, обучить, и чтобы они еще и давали нужную продукцию, именно инженерную продукцию. Друзья, это очень сложно. И сейчас я вижу, как на моих глазах все это проходит, я некоторые вещи вижу изнутри, некоторые вещи даже, о которых нельзя сегодня говорить, потому что вы понимаете, что инженерная работа, особенно экспериментальная, инновационная, это очень сложная работа. То есть все, что делается, делается впервые. Впервые проектируется, впервые изготавливается, впервые испытывается. И очень многие сегодня решения, казалось бы, они простые, и все вместе они отдельно существуют. То, что сегодня Юницкий собрал, это действительно получается уникальная вещь. И поэтому сегодня уникальный этап, который идет, он, конечно, разбит на несколько частей. Это тоже определенная стратегия. Так, нормально? Это тоже определенная стратегия. То есть, когда заявили и на инотрансе показали действующие машины. Друзья, чтобы вы понимали, и когда Виктор презентовал вице-президенту Сименса, когда он сказал, да, хорошая вещь, у вас хорошая идея, а когда вы покажете машины, это же у вас макеты, и Виктор сказал, что это не макеты, это действующие машины, которые отсюда едут на испытания. Он не то, что изменился в лицо, он удивился, он говорит, да, это действующая машина, спросил, вы откуда? Виктор сказал, из Белоруссии. Он говорит, это Раша? Он говорит, нет, это Белораша. Он говорит, хорошо. Потом он, когда вышел юнибайка, покрутил педали, покрутил, сам смотрит Юнибус, вот, то есть, берет, это вот машина, тоже, аналог воздушного метро, он говорит, а это макет, Виктор говорит, нет, это тоже действующая машина, она тоже едет на испытания. Он говорит, вы откуда? Он говорит, Белораша. Ну и третий вопрос, когда начали обсуждать, он говорит, а вот там, сам начал водить, что вот пролет, а какое расстояние между опорами? Виктор говорит, мы сейчас уже монтируем, одну трассу, которая идет в одном направлении через каждые 50 метров, 40, 50, 18, обратно возвращается тремя пролетами 200, 400, 200, без удорожания путевой структуры. И тут он третий раз спросил, вы откуда? Виктор сказал, из Белоруссии. Он говорит, когда вы это построите, я это хочу увидеть своими глазами. Так вот, друзья, это оценка профессионала, потому что, когда он слышит цифры, что городской ЮНИБУС, то есть это система городских лифтов, то есть фактически на второй уровень поднята вся общественная транспортная система по пропускной способности больше, чем московское метро одной веткой, то есть 300 тысяч пассажиров в сутки, 300 тысяч, и она может идти пролетами 200, 400 и 200 метров. Для профессионала это сегодня небывалые цифры, потому что сегодня такая машина, то есть воздушное метро, пролетами в 400 метров может идти только по вантовой конструкции, только по вантовым мостам. Что было понятно в расценках сегодняшней инженерии, вантовый мост 800 метров стоил бы миллиард долларов. Это сегодняшняя расценка. Соответственно, понимаете, мы не за миллиард долларов делаем это в экотехнопарке. И даже не за 100. И что там мне подсказывает, даже не за 10. Так вот, друзья, а когда Виктор начал говорить, что это мы только 400 монтируем и показываем в ноябре, а на следующий год к маю мы покажем скорее всего 800, он говорит, а сколько теоретически возможно? Он говорит, ну 3 километра в принципе возможно, но Юницкий утверждает, что и 5. Ну, как вы понимаете, это можно дальше не комментировать. Что дальше? Так вот, друзья, чтобы вы сейчас понимали, в ноябре месяце, 29-30 ноября будет продемонстрирована система. Здесь я могу сказать это 100%, потому что мы вчера видели с Алексеем, были на заводе, мы видели машины, которые сейчас узлами испытываются. Испытывается путевая структура, испытывается мотор-колесо, идут пробные пробеги. То есть это все, друзья, делается, это нельзя показывать. Я вам могу это сейчас рассказать, что я видел это своими глазами. Ближайшие там неделю-две это выйдет уже на путевую структуру. И еще через какое-то время это выйдет уже в Марьину горку. Это показываться не будет, друзья, это надо понимать. Это пробные испытания, это пробная инженерия. Но 29 ноября, друзья, я могу сказать абсолютно точно, это будет продемонстрировано, и вы все это увидите, увидите в перископе, увидите уже в наших репортажах. И туда приглашены ряд делегаций. Виктор расскажет уже более подробно. Кто, как, кто. Я могу сказать, что делегаций очень много и очень серьезных. Это будет первая наша такая... Это не сказать презентация, это рабочий показ. Потому что еще будут вестись работы, еще будут монтироваться скоростной блок разгонный, ферма. Это рабочий процесс, когда мы показываем, что, друзья, вот до какой стадии мы дошли. Но там вот эти 200, 400, 200 будут, и по ним будут ездить и юнибайк, и будут ездить юнибус. Поэтому это, друзья, мы пришли. А вот теперь в цифрах несколько. Система городского лифта, то есть то, что мы сегодня сделали, это позволяет сегодня сделать утверждение ни больше, ни меньше, что мы создали систему, которая может решить все пробки во всех мегаполисах мира. Сильное утверждение? Вот вы скажите, кто-нибудь сегодня может об этом заявить? Автомобиль, воздушное метро, еще кто-нибудь, подземное метро. А у нас четко говорят, что мы создали систему, что при желании, а это желание будет возникать по мере того, как Лариса абсолютно Артамонова правильно говорила, когда сидишь часами в пробке, то желание создавать новую систему, инновационную, возникает все больше и больше. А с учетом того, что вы все понимаете, что в ближайшей перспективе желающих иметь автомобили все будет больше, и транспортная инфраструктура будет все меньше и меньше справляться с этой задачей. Соответственно, проблема пробок и проблема экологии, потому что эти автомобили, миллионы, десятки, сотни миллионов автомобилей сжигают миллиарды тонн нефти. И когда мы говорим, что мы не просто решаем транспортную проблему всех мегаполисов мира, всех, вот кому надо ее решать, приходите к нам. Виктор, он тут рассказывал про мэра Столицы Танзании, который сказал, что если я решу проблему пробок, то мне памятник поставят еще при жизни. Я правильно его цитировал? Так вот, сейчас можно ему четко сказать, мы тебе это обеспечим. То есть памятник при жизни в принципе уже можно начать отливать. Так вот, друзья, это сейчас технологическое решение. И второй момент, что надо понимать, что при решении транспортной задачи, которая сегодня позволяет решить всем мегаполисам основную проблему, первое, это пробок, и второе, это экология, смог, потому что эти автомобили, которые работают, они еще выхлопают то, чем мы дышим. Соответственно, к этому мы сейчас подошли, к тому, что это еще даже не на порядок, друзья. Это больше чем на порядок, это на два порядка дешевле, чем сегодняшнее метро. Соответственно, сегодня у нас уже можно утверждать, что готово решение, которое может сегодня решить проблему транспортную инфраструктуру любого мегаполиса, причем по цене на два порядка дешевле, чем метро. И сегодня это утверждение особенно подтверждается тем, что мы продемонстрировали на инотрансе. То есть эти машины есть. Мы сегодня создали, друзья, максимальный интерес к тому, что есть. Потому что все говорят, мы хотим это увидеть. Это и специалисты, и наши оппоненты, и наши союзники. Единственное, наши оппоненты надеются, что оно все-таки упадет. То есть, когда там струн натянут, что это все стоять не будет. Или что характеристики будут не те, которые заявляются. Здесь я, друзья, могу их разочаровать. Все будет стоять, все будет ездить и давать именно те характеристики, о которые заявляет инженер Юницкий. И мы подошли именно к той стадии, для чего и создавался Экотехнопарк. Когда декларируемые возможности технологии, то есть те, которые в нее заложены, соответственно, мы сегодня переводим в демонстрацию. И эта демонстрация, она для всех. И для наших партнеров, союзников, чтобы вы видели, что мы создали и почему будет капитализация. Это и для заказчиков, которым надо решать проблемы, и они видят, как они решаются. Это и для наших оппонентов, которые говорили, что это не поедет, упадет, сдует, ну и там еще не важно. Что сейчас, как бы, весь вопрос о том, что это существует. И мы к этому подошли, друзья. Это очень важный момент, и я хочу просто, пользуясь моментом сейчас, передать вот Алексей, наверное, свое, скажет видение, даже передаст свое. То есть Анатолий Довщин, Юницкий, он передал всем большое, как бы, там, спасибо, он передал всем большое поздравление по работе, потому что мы это сделали только вместе. И он всегда говорит, что без нас и без вас он бы этого никогда не сделал. Поэтому это, друзья, я просто несколько хочу акцентировать на технических моментах, что создана система городского лифта. Кстати, лифт это не просто термин, это чтобы вы понимали. Вот когда говорят, а сколько стоит километр вашей дороги? Вот в нашей логике это примерно так же, как задать, что вы хотите купить квартиру в доме, и вы спрашиваете у застройщика, а сколько стоит метр лифта в вашем доме? Он вопрос не поймет. Он скажет, а зачем вам метр? Может быть, сколько стоит кабина или лифтовая шахта? Вы говорите, нет, я хочу знать, сколько стоит метр лифта. Ну, он не знает, инженеров надо попросить, они посчитают, выведут, наверное, сколько этот канат стоит, сколько там, все. Просто он вам задаст вопрос, а вам это зачем? Вы говорите, а я хочу квартиру в этом доме купить. Он говорит, так если вы хотите квартиру купить, вам зачем знать, сколько стоит метр каната? Вам хочется знать, что, сколько стоит, ну как минимум квадратный метр, а еще лучше сколько стоит вся квартира, а еще всех волнует, сколько я буду за это платить каждый месяц или сколько раз. Вот это понятный вопрос. И в этой логике то, что сейчас создается система городского лифта, это говорит о том, что сегодня сколько будет стоить путевая структура вообще не имеет значения. Более того, у нас есть проекты, когда эта путевая структура будет стоить ноль. Потому что проекты, которые будут создаваться с помощью инфраструктуры, они будут покрывать стоимость не то, что строительства, а стоимость эксплуатации. Понятно, да? И исходя из этого, эта технология позволяет вывести сегодня на новый уровень вообще весь транспорт. И очень много задавали вопросов, почему в нашем любимом Юнибусе нету посадочных мест. Я отвечаю на этот вопрос. Вы когда в ЛИС заходите, у вас возникает вопрос, а почему там нету кресла? Ну вы зашли туда, ну там на небоскреб, на сотый этаж подниматься сколько, наверное? Ну минут пять. Чтобы комфортно было давление. Ну где-то 3-5 минут. Поэтому 3-5 минут можно постоять. Так вот, друзья, со скоростью 150 км в час передвижения Юнибуса, ну я думаю, что для таких городов, как Юрмала, сказать, что за 10 минут, ну за 10 минут, наверное, уже можно почти до Риги доехать. Поэтому перемещаться одну минуту в одну сторону и одну минуту в другую сторону, наверное, можно постоять. Так вот, за 10-15 минут можно перемещаться по такому мегаполису, как Москва. Из любой точки в любую точку. И в этом плане сидячие места там предусмотрены. Вот видите, там, мы обязательно даже репортажи, не репортажи, вебинары с Алексеем вели именно из-за нашего Юнибуса. Это для больных, для беременных, то есть 2 человека, которые там из 14, которые могут ехать, они там сидят. Все остальные, я думаю, как здоровые люди, могут спокойно 10 минут постоять, полюбоваться, потому что это будет бесшумная абсолютно езда, будет абсолютно в комфортных условиях, и вы будете еще смотреть по сторонам, как это будет происходить. Вот, друзья, что сегодня сделано и к чему мы сегодня подошли. И тут, когда мы были на конференции, родилась еще одна очень интересная, она даже не то, что родилась, то есть все, что сейчас рождается, Юнибский об этом много говорит, много дел, просто мы это, наконец, понимаем. И задали вопрос, а контейнеры может возить эта дорога? Вопрос, а зачем возить контейнер, если это сам и есть грузовой модуль? И 4 таких модуля по объему это как 20-футовые контейнеры. 1 20-футовый. Соответственно, если он едет со скоростью 150 километров на расстоянии 50 метров друг от друга, это значит по 2-3, соответственно, таких контейнеров в секунду. То есть это можно перевести такой объем, что сегодня таких потоков нет. Так вот, друзья, мы делаем еще одно утверждение, очень важное, которое в декабре, мы в ноябре покажем в Экотехнопарке. Мы можем сегодня все фуры убрать с дороги Европы. Просто все. Не будет ни одной фуры через 5 лет, при желании. Понятно, что это понравится всем, кроме тем, кто сегодня занимается этим транспортными перевозками. Понимаете? Вот. Так вот, а теперь мы это интересно вышли на то, что сегодня проблема фур это основная проблема на дорогах. Потому что это загруженность. Это именно фуры разбивают дороги. Это очень высокая аварийность. Это очень высокая сложность пересечения, где большегрузные автомобили пересекаются с трассами, где идут малолитражные и персональные автомобили. Так вот, друзья, мы сегодня заявляем о том, что в течение 5 лет есть возможность все фуры убрать. Вот как это будет выглядеть в Экотехнопарке. Вдоль всех дорог стоят небольшие опоры и по ним ездят вот такие вот юнибусы. Это тоже, ну, уже не юнибусы, а грузовые траки. То есть, соответственно, вот оно решение. Таким образом, представляете, насколько мы сейчас будем менять то, что нас ожидает в ближайшие даже не 10-15 лет, а 3-5 лет. То есть, мы будем менять мегаполисы, потому что из них будет уходить проблема пробки, из нее будет уходить проблема перемещения, из нее будет уходить проблема экологии. Мы будем решать проблемы сегодня дальних перевозок, именно грузовых, потому что эта технология уже готова. А дальше мы будем показывать скоростные системы, когда скорость будет переходить уже сначала 100, 200, 300, потом 500 км в час. Вы думаете, это предел? Нет. Юницкий сейчас уже проектирует систему, которая будет выходить в скорость 800 км в час, 1250 км в час. Ну, я думаю, что пока на этом пределе он сказал, что больше проектировать, большая скорость сегодня пока не нужна. Вы думаете, это предел? И это не предел, потому что Юницкий дальше уже проектирует систему, которая будет решать не только транспортные проблемы сейчас здесь, а через некоторое время она будет выходить уже и в космос, и так далее. Об этом вот Алексей чуть-чуть более подробно рассказывает. Так вот, друзья, это то, что сейчас создано. Это то, что мы сейчас с вами уже сделали и реализовали. А теперь буквально два слова про нашу любимую футурологию, то есть чем мы занимаемся здесь футурология, это описание будущего. И мы с Алексеем стали позиционироваться таким образом, что мы сегодня одни из тех, кто реально представляет, как будет описываться будущее. Это произошло тоже не от хорошей жизни. Мы пытались, ну скажем так, контактировать, есть такая международная ассоциация футурологии, мы с ними попытались сотрудничать, скажем, мы тоже представляем, как будет выглядеть. Они сказали, что вас нет, и мы вас не видим. И нам неинтересно, что вы будете говорить. Но так как мы все-таки реально представляем, что как будет выглядеть будущее, мы решили с нашими славанскими друзьями еще рядом создать международную ассоциацию практикующей футурологии. Все футурологи, которые услышали, они задали вопрос, а практикующие это как? Мы говорим, а практикующие тот, кто не только описывает, а который сегодня и создает. То есть то, что мы сегодня создаем, для них это будет будущее, а для нас это уже настоящее. Но чтобы говорить уже языком настоящей футурологии, потому что у нас сегодня есть прогнозы на 5, на 10, на 20, на 50 и на 100 лет вперед. И мы сегодня представляем, как это будет выглядеть. И сейчас вот уже на конференции в Словакии мы чуть-чуть давали сеанс практикующей футурологии, то есть чтобы люди представили, а как же все-таки будет будущее, и что нас все-таки ожидает в ближайшее время. И моя такая, ну очень основная фраза на вебинарах или на встречах, которые я провожу, я всегда говорю, что за последние 15 лет мир изменился до неузнаваемости. радикально. Если кто-то будет говорить, что у него за 15 лет ничего не изменилось, ну знаете, я не поверю, потому что я до сих пор смотрю на своих детей там, 7 лет, 10 лет, они уже конференции, интернет, особенно вопрос задают, вопрос, папа, а какой у тебя в детстве был интернет? ответить вообще невозможно, скажем. А еще тут крылатая фраза у меня сын выдал, он говорит, папа, а когда ты вернешься из перископа? Понимаете? Так что это тоже уже такая вещь, то есть это уже реалии нашего времени. Так вот, друзья, жизнь изменилась радикально. Изменилась почему? Мы сегодня свободно находимся в информационном поле, в информационном пространстве. И основной гаджет, которым мы сегодня пользуемся, это смартфон. Ну смартфон, планшет и частично ноутбук, который их дополняет. И таким образом мы входим сегодня в любое информационное пространство. Это изменилось. Вспомните, как 30 лет назад нам надо было получать информацию. Ну допустим, кто-то писал, вот как я, в 1986 году в Институте инженеров гражданской авиации в Киевской, ну а в лучшем случае, надо поменять название. Или автора. Студенты смеются, значит, понимают, что дальше с этой молодежью. Так вот, друзья, что мы сегодня сейчас делаем, и мы должны, каждый из вас должен понимать. За ближайшие 3, 5, 10, 15 лет жизнь изменится более радикально. И также не равноценными методами она изменится более радикально. И вот все, как раз, говорят, а что же может измениться? Ну появится более сложный компьютер, более быстродействующий, этим уже никого не изменит. неудивительно. То есть сегодня двухъядерный, четырехъядерный, восьмиядерный, 256-ядерный процессор, уже никого не удивит. Этот процесс. А что же тогда будет меняться? Так вот, радикально изменится то, что интернет убрал границы между информацией, то есть вы можете с любой точки в любую точку позвонить, пообщаться, получить информацию, сделать платеж, все что угодно. Пообщаться по видео, скайпу, по видеоконференции. Так вот, транснет, это та система, которую мы создаем, основа которой является инженерная технология Юницкого, именно как струнную технологию, она уберет границу между территориями. Когда вы из любой точки земли, в любую точку земли, не вставая со своего, этим занимаясь, любимым для себя делом, то есть находясь в интернете. Это то, что сегодня создается, и вот на этом я хотел бы несколько акцентировать. внимание, что когда Юницкий предложил создавать Юнибайк, то есть легкую систему, то в общем-то не сразу до конца все поняли, что это такое. Мы сначала это воспринимали, то есть видите, наш уже более любимый, чем Юнибус Юнибайк, потому что это персональное пространство, оно как раз стало отвечать многим задачам, которые сегодня перед людьми стоят. И если говорить уже языком футурологии, то вот этот наш Юнибайк, это и есть будущее всей транспортной инфраструктуры. А вообще это наше с вами будущее и сегодня есть, которое подходит к нам и к которому мы сегодня прикоснулись. Это сегодня вот этот Юнибайк, это индивидуальное пространство. Мы с Алексеем ввели такое понятие, как Unite Mobile Personal Space, то есть объединенное мобильное персональное пространство, в котором вы перемещаетесь, в котором находится суперкомпьютер с искусственным интеллектом. Мы даже ввели название этого суперинтеллекта. Он у нас называется будет Unique, который будет жить в этом Юнибайке. Соответственно, там ввели фитнес-систему, то есть там можно ехать, заниматься спортом, вырабатывать электроэнергию, и эта электроэнергия будет идти в движение. И там можно будет заниматься обучением. Эта система будет сканировать, она будет вас лечить. И еще многое-многое чего, что сегодня даже трудно предположить. Это то пространство, которое сегодня мы создаем. И чтобы было понятно, что некоторые элементы уже подошли настолько близко, что их можно уже реально не то, чтобы пощупать, увидеть и представить, Алексей вам об этом сейчас очень интересно расскажет, об одном из основных, ну скажем так, первых направлений, во что превращается наш Unibank. Вот, соответственно, дальше, как это будет развиваться, это система блочного перемещения. Это система того, что каждый, обладая таким Unibank, производство, которое мы предполагаем разворачивать в течение 3-5-10 лет, это производство, ну, порядка 100 миллионов таких Unibank в год. Соответственно, это через 10 лет, это миллиард Unibank. Так вот, чтобы было понятно, что энергии, то есть, представляете, миллиард Unibank, которые перемещаются по Земле, при этом средняя скорость движения на собственной электрической энергии, которую вы вырабатываете, 60 км в час. А сегодня средняя скорость автомобиля это 37 км в час. Так вот, вы представляете, миллиард человек перемещается. Сегодня для того, чтобы такое количество перемещалось, должно работать и вырабатывать электроэнергию 47 атомных станций. Представляете? Или сжигать почти 2,5 миллиарда тонн нефти. Так вот, у нас это будет перемещаться, у нас это будет работать, и не будет ни одной тонны нефти ни добыта, ни сожжено. Но миллиард людей при этом будет ездить. То есть, это вот то, что сегодня подходит, и то, что мы сегодня с вами создаем, и то, что сегодня уже стало реальностью. Ну вот, друзья, это, скажем так, если в общем, чтобы было понимание, что такое практикующая футурология, в общем, что мы с вами сделали, и к чему мы подошли, я считаю, что это очень важный момент для того, чтобы понимать, а почему мы сегодня утверждаем, что капитализация компании, которую мы создали, и которая сегодня выводит на рынок эту технологию, будет, ну, я люблю такое слово сказать, такое очень емкое и значительное. То есть, мне когда говорят, а какие будут дивиденды? Понимаете, я сразу отвечаю на этот вопрос. Есть очень хорошее слово, большие. А второй вопрос, тоже такой конкретный, когда задают вопрос, а когда? Я говорю, скоро. Поэтому, друзья, это как раз очень такие емкие понятия, на которые всегда очень интересно, но за всем этим стоит аналитика. И мы говорим о том, что сегодня емкость рынка, который дает технология Skyway, она просто на порядок превышает IT-технологии. Поэтому, если IT-технологии, это сегодня порядка 7 триллионов долларов, один из самых крупных рынков в мире, который нам показал и Билл Гейтса, и Цукенберга, и Делла, и Джобса, это герои своего времени. Так вот, то, что сегодня мы создаем, и та индустрия, которая возникает, она просто на порядок превосходит. Поэтому я не могу сказать, что рост наших акций будет на порядок больше, чем у Эйпела. Потому что Эйпл за 36 лет вырос в 4600 ран. Но я могу сказать, что в принципе неплохой ориентир. Я думаю, что этот ориентир для нас вполне достижим. Вполне. Можно еще добавить, наверное, даже, и можно будет его перекрыть через какое-то время. Через 36 лет, наверное, посмотрим. Соответственно, как он будет. Так вот, друзья, под этим стоит очень серьезная аналитика, очень серьезный бизнес, и очень серьезная система, которую мы сегодня создаем. И сейчас мы с вами подошли к рубежу, чтобы вы четко осознавали, что весь вот этот, если говорить технологическим языком укладок, был эмбрионный период технологии, когда он развивался внутри, и его никто не видел. Об этом знали только специалисты и очень узкий круг инвесторов, которые туда вкладывали деньги. Сегодня технология выходит из эмбрионного состояния, уже осязаемой вещью. Происходит, так сказать, рождение на свет. И мы как раз этот процесс сейчас разбили на несколько этапов. Берлин – это был один этап, ноябрьская презентация – это второй этап, и дальше этот процесс начнет уже очень быстро развиваться по мере того, как всем станет очевидно, что это существует. А после того, как это станет всем очевидным, друзья, вот абсолютно четко могу сказать, что начиная с конца ноября, начало декабря, нашей компании будут очень большие изменения. Хотя бы связанные с тем, что смена этапов будет происходить намного быстрее, что смена дисконтов будет происходить намного быстрее, и интерес к этой технологии начнет расти просто в геометрической прогрессии. Поэтому об этом будет говорить еще Виктор, то есть уже о практической работе, какой спрос сегодня уже идет на технологию, потому что он и так уже с самолета практически не выходит, а через некоторое время он там просто поселится, в Эдлиссанкопе, потому что количество переговоров и заказов, которые сегодня уходят, они уже очень реально, очень значительные. Так, ну я тогда передам слово сейчас, это как у нас такая классическая форма постановки нашего вебинара, как вы видите, что я передаю слово Алексею, это, ну, скажем, мой теперь уже друг, партнер, соратник, с кем мы работаем, который появился на первой конференции, которую я тогда увидел первый раз и даже не мог представить, почему это сегодня выйдет. Вот, а у него, как всегда, свой взгляд, вот, я сам с удовольствием его слышу, поэтому, Алексей, тебе слово. Приветствую, дорогие друзья. Рад вас видеть на таком замечательном мероприятии. Вот, совершенно недавно у нас прошло мероприятие в Словакии, и действительно замечательно, что фактически уже не в одном городе, один за другим в Европе мы начинаем развивать и продолжать наше движение Skyway. Сейчас мы недавно только вернулись с Минска и пообщались много с Анатолием Эдуардовичем Юницким. Анатолий Эдуардович, естественно, нас, как практикующих футурологов, критиковал, и это правильно, потому что мы футурологи, мы создаем видение будущего, но с точки зрения инженерной мысли, с точки зрения технической школы, основу и видение основное, как это будет вообще вот в виде технологии, естественно, это создает Анатолий Эдуардович Юницкий. И так как следующий уклад, который мы сейчас с вами создаем, капитализируем на наших с вами глазах шестой технологический уклад, то есть это Skyway технологии, это SkyTech технологии, и не стоит забывать про то, чем мы сейчас с вами пользуемся. То есть это смартфоны, это различные гаджеты, телекоммуникационные устройства, то есть это информационная среда и телекоммуникационная среда. То есть это пятый технологический уклад, это смарт, это хай-тек технологии. Я хотел бы привести несколько аналогий. Опять же, Анатолий Эдуардович мне объяснил, что, Алексей, оказывается, ты очень любишь аналогии, а я даже не догадался, что, оказывается, это аналогия. Мы не раз с Сергеем Анатольевичем говорили на вебинарах о стратегии Джобса, о стратегии Форда, то есть что такое стратегия Форда. В принципе, вот это вот то, что Анатолий Эдуардович создал, это народный автомобиль. И причем это как народный автобус, ну, электробус. Вот наши белорусские коллеги сделали электробус, но это транспорт первого уровня. Фактически, Юнибайк, это народный персональный автомобиль, электромобиль на стальных колесах, по стальному рельсу перемещающийся. Юнибайк, это народный электробус. То есть что сделал Генри Форд? Он не создал первым ни двигатель внутреннего сгорания, он нельзя сказать, что создал первым автомобиль вообще в мире. Он создал концепцию первого народного автомобиля, чтобы каждый мог себе позволить автомобиль действительно приобрести. В этом его заслуга, в этом капитализация его бизнеса, и, собственно, потом, когда компания Форд не стала в Детройте, Детройт стал угасать. И на самом деле, сейчас пятый технологический уклад, он постепенно подходит к тому, что он не то что угасает, но он должен будет плавно перейти в некое новое веяние. Это шестой технологический уклад. Это как раз то, что мы с вами сейчас чем занимаемся, о чем повсеместно всем рассказываем. То есть, я за такую святую обязанность беру, если я еду в такси, куда-нибудь на конференцию, обязательно таксисту нужно рассказать про технологию, как минимум дать свою реферальную ссылку. Это уже действительно, как такой бравый фанатизм начинается. И самое главное, мы несем благо людям. Так вот, стратегия Джобса. Напомним, что такое стратегия Джобса? Первым изобретением, которое начал на самом деле продвигать Джобс, и из-за чего компания Apple достигла сейчас более десятого поколения своих технологий, капитализация 950 миллиардов и так далее, и тому подобное. Первое изобретение принесли ему, которое не приняла в свое время компания Dell, очень сильно в этом проиграла, это iPad. Но iPad появился от появления первого смартфона через несколько поколений технологии. И в этом гениальность стратегии Стива Джобса, потому что благодаря этому произошла капитализация как раз больше, чем на 950 миллиардов долларов. Обычно, когда я рассказываю такую историю, я говорю, мы постараемся повторить примерно то же самое, но в больших масштабах. И следующее, что я хотел бы отметить, плавно переходя именно к информационной среде, вот как раз-таки аналогия, связанная именно с информационной средой. То есть пришла такая мысль, вообще вот сейчас я веду в реальности конференцию, это замечательно. И фактически мы очень часто, Сергей Анатольевич, ведем конференции на вебинарах. То есть это переход из виртуальной среды в реальную. Сейчас, ну поднимите руку, я думаю, мало таких людей, у которых нет вообще аккаунтов в социальных сетях, которые не пользуются мессенджерами. Кстати, сейчас основная функция вообще вот наших смартфонов, это разве функция звонить, это посидеть, посерфить в интернете, это отослать кому-то картинку, и звоним уже мы несколько другими способами. Так вот, аналитика гласит, что в принципе мессенджеров сейчас во всем мире более миллиарда используются, то есть более миллиарда смартфонов. Это как раз таки статистики, которые привел Анатолий Эдуардович, что один миллиард юнибайков заменят в принципе 45 чернобыльских АЭС. То есть юнибайков теоретически может быть ну столько же, сколько сейчас используется смартфонов. Так вот, у всех есть социальная сеть, аккаунт и так далее. У всех есть аккаунт. Все мы можем зайти в этот аккаунт, посмотреть фотографии, пообщаться с друзьями, но у нас нет того, что сейчас собственно Анатолий Эдуардович создал. Это транспортный аккаунт. Это новое понятие, которое мы ввели, это мобильный транспортный аккаунт. В этот аккаунт вы сможете залогиниться из своего дома, вот когда будет концепция линейных городов, фактически он въедет к вам в дом, вам не нужно будет тратить много времени, чтобы достичь вокзала и так далее. И вы вхуливается босиком по парку. Действительно, вот если говорить про босиком, еще вы услышите определенную вещь, причем Анатолий Эдуардович предложил, мы сейчас ее прорабатываем, но босиком, если ходить, это вообще очень полезно для здоровья. Я не удивлюсь, если в юнибусах люди будут ездить босиком в наших линейных городах, потому что это будут, естественно, экологически чистые города. Так вот, аналогии с информационной средой, я думаю, хватит. Перейдем к самому сладкому. Презентации того направления, ради которого, ну, собственно, мы вот, естественно, с Сергеем Анатольевичем побыли немножко в Минске, готовим еще вам более сладкий, уже не пирожок, но торт. А сейчас мы представим новое направление, это Sky Fitness. Это то, что родилось, не поверите, буквально на глазах, вот Франтишек Соллар. Стефан, ты отсутствовал, много потерял тогда в Америке. И мы как-то начали штурмовать в кафе, рассказывать Франтишеку про видение будущего и так далее. Потом настал следующий день конференции в Словакии. И вы помните отзыв, я надеюсь, что все смотрели, сейчас нет времени включать этот отзыв, обязательно в YouTube найдите. В общем, у нас недавно появился акционер, который является вице-чемпионом мира по натуральному бодибилдингу 2015 года. Не какого-то там 2010, а 2015 года. То есть это наш такой Sky Arnold Schwarzenegger. И с этим человеком связана одна замечательная история. Буквально, когда я записывал этот отзыв, потом, соответственно, Адриан сказал, Адриан Кармоций, этого замечательного человека, зовут. Он сказал, я хочу испытать этот юнибайк. А я ему как раз хотел задать вопрос, Адриан, вот ты такой сильный, накачанный, если мы чуть-чуть тебя помажем маслом, чуть-чуть ты будешь вот в той амуниции, в которой выступаешь, и приедешь на экотехнопарк для того, чтобы чуть-чуть покрутить педали. Мы запишем видео, промо и так далее. Он сказал уникальную вещь. Он сказал, Алексей, а ведь с помощью системы жгутов здесь вообще вот в вашем юнибайке можно качать все группы мышц. И тут полетела мысль, естественно. То есть какая основная проблема на сегодняшний день у всей цивилизации человеческой. Мы не будем говорить про глобальность сейчас. То есть будем уходить от глобального к локальному. И, соответственно, сейчас многие страдают проблемой ожирения. И с этим невозможно поспорить. И я, к сожалению, дорогие друзья, находясь множество, много очень времени в командировках, мой абонемент в спортзал, он покрылся уже пылью, скоро плесенью покроется, потому что у меня нет времени ходить в спортзал. И хотелось бы, чтобы, одновременно осуществляя концепцию глобального перемещения, я также чуть-чуть занимался спортом. Причем на все группы мышц. Как вы думаете, это возможно? Вот как раз с помощью направления Sky Fitness, то есть это как мы позиционируем бьючий фитнес, вот здесь наш замечательный сотрудник головной компании Кирилл Бадуллин. Я думаю, что с использованием Unibike и системы Sky Fitness, ну, собственно, вот Адриан еще чуть-чуть потренирует, а можно на какие-то локальные соревнования по Беларуси выступать в роли бодибилдера. И Кириллу тоже. Так вот, новое направление Sky Fitness, оно позволит вырабатывать электроэнергию и переводить нашу энергию в движение. И причем мы сказали, Анатолий Эдуардович, такой слоган, Анатолий Эдуардович, как вы смотрите на то, чтобы вот Sky Fitness, а, кстати, вот Адриан Кармоцца, это консультант генерального конструктора по Sky Fitness. То есть это ведущий консультант, и он будет общаться с производителями тренажеров, систем вот этих. То есть мы действительно в Unibike планируем разработать систему, чтобы на все группы мышц, возможные вообще вот в этих габаритах, без изменений размера, причем уже господину Александру Викторовичу Синькевичу эту идею донесли. Он как инженер ее очень серьезно оценил и сейчас уже готовит каким бы образом внедрить вот эти жгуты там и так далее, чтобы действительно человек смог заниматься спортом в Unibike. И продолжу историю. Вот отзыв буквально в реальном времени, потом мысль полетела, и Адриан говорит вот буквально через несколько дней, пожалуйста, Алексей, я подготовлю футболку. Я сказал, естественно, футболку готовить не надо. Благодарность огромная нашим дизайнерам великолепным, которые и хорошо продумали дизайн, дополнили промышленный дизайн на основе идеи Анатолия Адуардовича самого Unibike, и была сделана такая футболка. Адриан сбросил в Вайбере вот эту фотографию, и тут я понял, понеслось. 15 октября, и я, кстати, про это вообще совершенно забыл, потому что был у меня такой случай, когда еще в Skyway Invest Group работали, помню этот случай, было много командировок, и как-то мне Алексей Романов звонит из Казани, а я в Челябинске. Он спрашивает, ты где? Я говорю, дома. А почему ты не в Казани? Вот я просто забыл, что у меня конференция была в Казани. И также забыл, что, оказывается, 15 октября Адриан выступает вообще-то на отборочных соревнованиях, чтобы далее снова выступать уже на чемпионате мира по бодибилдингу уже 2016 года, и пишет сообщение. Алексей, я с большим отрывом прошел отборочные соревнования по бодибилдингу, и сейчас готовимся уже на мировой чемпионат. И прислал такую фотографию, то есть, чем вам не лицо Skyway Fitness. И я хотел бы сделать остановочку такую на экономии, оптимизации нашего проекта действительно замечательной. Я не видел этого ни в одной корпорации, я не видел этого ни на одной выставке. Но когда на нашем стенде и на транс вот люди, непонятные для окружающих, кричали «Build Skyway and Save the Planet!» и так далее. И люди просто спрашивали, «Ребят, вы что продаете?» «Подвижные составы!» «А почему вы так кричите? Сколько вам заплатили?» «Монт Симмонс пиво наливает, бутерброды, у вас даже воды нет, стульев!» «Почему вы так кричите?» «Мы просто продвигаем эту идею, нам эта идея нравится и близка. Для нас эта идея сакральна, я не побоюсь этого слова. И Адриан сказал, что, дорогие друзья, вот действительно, эта вера, я чувствую, ну, как бы, я передаю слова, цитирую Адриана, он чувствует, что вера более сотен тысяч людей в него позволит ему выиграть в этот раз чемпионат мира по бодибилдингу. Естественно, это будет все в реальной трансляции, в перископе. Евгений Кудряшов, я видел, заметил, в Фейсбуке еще идет трансляция сегодняшней конференции. И будут, я думаю, какие-то записи, трансляции, то, что можно будет транслировать из первого запуска, 28-29. Но раньше мне казалось, что замечательно, если бы Парнольд Шварценеггер или Жан-Клод Ван Дамм смотрели ролик, где он на автомобилях Вольво садится на шпагат. Мы придумали то, что будет делать Адриан. И через несколько дней мы уже поедем с Сергеем Анатольевичем, немножко Сергей Анатольевич даже свою поездку на Майорку, встречи с банкирами отложил ради этого, для того, чтобы продумать более серьезный вирусный ролик, чем Жан-Клод Ван Дамм сел на шпагат. И это вот наш действительно атлет Скайфитнеса, атлет Скайвей. Ну и мы запускаем такую серию, действительно, сериала. Все знают такую фразу. Два любимых вопроса на словацкой конференции, ну вот, когда задавали, вопросы есть? Вопросов нет. А еще два-три месяца назад просто атаковывали вопросами. И это правильно, дорогие друзья. Это правильно, потому что тот человек, когда погружается в проект, это как... Я вот до сих пор боюсь плавать с аквалангом. Но один раз я попробую, разберусь, и я смогу это делать. И на следующей конференции, вот предыдущей конференции, вопросов не было. Ну и как бы в шутку. Два вопроса. А когда будут дивиденды? Ну вот, ответ на вопрос Сергей Анатольевич дал. И что такое Экотехнопарк? А теперь, дорогие друзья, мы вводим еще один вопрос, на который мы будем вам рассказывать видение практикующих футурологов в ближайшее время. И мы над этим тоже работаем, поэтому я на день раньше приехал в Москву. Ведущих мировых практикующих футурологов. Именно на основе инженерной школы Анатолия Эдуардовича Митского, технической, великой действительно школы Леонардо да Винчи нашего времени. Я хотел бы, чтобы вы также поняли, что Анатолий Эдуардович, это не просто Леонардо да Винчи нашего времени, это Прометей, который принес огонь этой технологии, и его миссией является согреть все человечество, предотвратить экологические катастрофы всей планеты Земля. То есть это фактически... Он даже не боится, что начнут коршуну его потом клевать, как вот в легенде Прометей. Естественно, мы этого не допустим ни в коем случае. И есть решение, дорогие друзья, вот чтобы показать глобальность, меня это поразило. Я думал, что вывести промышленность в открытый космос — это эгрегор, это недосягаемо, это то, что мы будем делать. Так вот, общепланетное транспортное средство, дорогие друзья, оно позволит лечить озоновый слой. То есть фактически те экологические катастрофы, которые вот... Оговорочка моя была на вебинаре с Моникой. Которая Хиллари Клинтон... Клинтон, что-то у меня не идет. Извините, госпожа Хиллари. Которая Хиллари Клинтон отметила, то что вот ураган Мэтью, там была Катрина. И, дорогие друзья, я понимаю, то, что наша страна находится на таком весьма невыгодном положении географическом, и что основной задачей сейчас нашей является экология. И это правильно. И поэтому год назад подписали Парижское соглашение. Ну а мы, пока что подводя к этой всей теме, будем вам рассказывать, что такое юнибайк, потому что, поверьте уж нам на слово, практикующим футурологам, Sky Fitness это не ограничится. Ну а я передаю слово по традиции наших вебинаров Сергея Тольфовича Сергеевна. Пошел запускать запросники, тогда это упадет. Вот видите, действительно, это сейчас очень важный такой момент, и то, что мы сейчас говорим, и то, что показываем сейчас, с одной стороны, это кажется какое-то далекое будущее, с другой стороны, это действительно, когда мы в таком режиме, когда создали платформу, то есть, если говорить языком уже сегодняшнего дня, что создавая юнибайк, юницкий создал платформу, которая втянет в себе все ноу-хау, все научно-технические разработки, которые сегодня возникают. И начиная от системы искусственного интеллекта Watson, потому что ей нужен большой объем памяти, она очень тяжелая, то есть там больше 10 килограмм, поэтому с собой не поносишь этот компьютер, суперкомпьютер. Нужно охлаждение, большая энергетика, как раз юнибайк дает все такие возможности. Второе, это индивидуальное пространство, потому что если вы общаетесь с своим личным секретарем, именно виртуальным секретарем, надо, когда вы ему даете поручение, получаете ответ, чтобы это было закрытое пространство. Аудио-видеосистема, которая есть, и вот как раз юнибайк, это та система, которая втянет в себя все. И дальше, как мы уже говорили, мы прорабатывали вопрос, уже исходя из того, что разрабатывается, что Watson сегодня прорабатывает систему медицинского сканирования. Когда вы едете, получаете полный скан, больше того, берутся анализы, анализируются в ведущих медицинских центрах, сразу приходят рекомендации, и у вас этот же бортовой компьютер или ваш юник, он вас сразу начинает лечить, он сразу создает для вас специальную атмосферу, если у вас не хватает йода, вводят йод, кислород и так далее, и так далее. Это система, которая позволяет перемещаться, лечиться, обучаться, как мы говорили, ну и чуть-чуть заниматься спортом, потому что это действительно сегодня проблема человечества, мы сегодня мало движемся, и из-за этого возникают проблемы. А здесь, когда у вас есть возможность спокойно крутить педали, опять же, подобранной для вас специально системе, это не значит, что вы должны крутить до изнеможения, иначе не поедет. То есть вы должны, можете, другими видами упражнений заниматься. И это как раз, друзья, та проблема, которая сегодня, казалось бы, нерешаемая. Когда наша энергия, мы сначала взяли это самое, что «твою энергию в твое движение», но Антон Леонидович у нас вчера поэта «давайте не твою энергию, а нашу энергию в движение». Это будет как раз вся логика такого мобильного спортивного зала, то есть когда реально будет вопрос, что жить в спортзале – это теперь будет не абстрактное понятие, а понятие, которое сегодня будет повседневным. И второй момент очень важный. Алексей не зря сказал про смартфон, потому что функции, которые сегодня дают смартфон, они намного уже ушли за телефон. И сегодня даже зачастую неважно, звонит он как телефон или нет, потому что смартфон – это другие функции. Это те приложения, которые есть, и платформа, которая создана смартфоном, она позволяет сегодня все больше и больше увеличивать эти функции. Вот точно так же сейчас платформу, которую создал Unibyte, он позволяет увеличивать и увеличивать функции, предел которых мы сегодня даже не можем предположить. Вот мы вам сейчас рассказали про Sky Fitness, это одно из направлений, еще вот упомянули ряд, и это будет только развиваться, развиваться, и что самое главное, что мы сейчас уже с инженерной точки зрения понимаем, что функции, которые будут, или услуги, которые будет предоставлять Unibyte, они будут намного выше, чем просто транспортная проблема, что вам просто надо куда-то поехать. Другими словами, вы в нем находиться будете даже больше, чем он будет ездить. Более того, когда он будет стоять у вас дома, вы все равно будете в нем сидеть, потому что это индивидуальное пространство, это компьютер, это ваше медицинское и тренажерное, в общем-то, составляешь. Так что я думаю, что это как минимум интересно, а когда вы в ближайшее время это увидите, это станет уже более так и сезаемым. А я тогда передам сейчас слово дальше уже представителю головной компании, человеку, которого тоже я знаю уже, наверное, больше, не, наверное, много больше 10 лет, который тоже в свое время, уже только почти 8 лет назад, пришел в компанию Skyway, сейчас является заместителем генерального директора Виктору Богорину. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас поставим. Первый раз я решил выступить в презентации, потому что после инотранса, который был проведен в сентябре в Берлине, очень много мыслей, очень много хочется рассказать. Я подметил там после общения с коллегами по цеху, так сказать, несколько интересных вещей, направление развития, поэтому решил все-таки сделать презентацию, наконец, себе, чтобы рассказывать не просто, скажем так, нести там от себя что-то, экспромт, а все-таки мысли структурировать потихонечку в Vision нашей компании. Мобильность 4.0 – это самая обсуждаемая тема, которая была на выставке инотранс. Что это такое? Почему это направление сейчас является таким трендом среди корифеев транспортного бизнеса? Я попытаюсь в этой презентации кратко рассказать. Ну, сначала базу. В сентябре этого года мы приняли участие в крупнейшей инновационной выставке рельсового транспорта в мире под названием «Инотранс» – город Берлин. Количество гостей потрясающе. Ни одна выставка в мире транспорта не собирает столько премьер, столько людей, столько компаний, которые выступают на ней. Не собирает столько умов транспорта, умов людей, которые вращаются в транспортной сфере. Там, поистине, правда, представлены лучшие из лучших. Инновационные из инновационных. Первое, что меня поразило, что все эти инновационные из инновационных, они в конце выставки собираются на старенькой платформе H-Band и в толкучке, в толпе все эти люди в дорогих пиджаках пытаются запихнуться в старый вагон. Это говорит о том, что мыслей-то много, идей там впереди хватает, а текущей ситуации никто и не знает, как исправить быстро. Вся инновация инновационного пытаются взять текущий поезд рельсовый и в него запихнуть как можно больше, круче, крутого программного передообеспечения. Это не является радикальным решением проблемы. Как вы знаете, мы представили на Инотрансе два наших подвижных состава Unibike, Unibus. Здесь про меня уже коллеги-футурологи много про это рассказали. Я тогда не буду останавливаться на характеристиках. В принципе, вы все их, я думаю, сами знаете. Хотел только заметить то, что на время проектирования и строительства мы потратили, то, что сделали наши инженеры на заводе, это реально героическое было время, потому что в очень сжатые сроки мы сделали два полноценных подвижных состава. Это не макета, это не картон, это не просто модель углепластика. Нет, это полноценный подвижный состав, который в ноябре будет у нас запускаться в тестировании. Итак, мобильность 4.0. Почему я на этом оставил внимание, почему я решил об этом, ну, скажем так, попытаться осознать, что это такое, потому что про это много говорили на выставке и на транс. Нас пригласили на юбилейный форум МИТа, это Московский инженерный институт, который занимается рельсовым транспортом. Там Анатолий Эдуардович с ним в одно время были, скажем так, недопонимания, потом, когда Минтранс России нам выдал заключение о том, что мы являемся инновацией, они как-то поменяли почему-то свое решение и решили нас приглашать теперь на различные мероприятия, чтобы мы тоже дали свое видение развития транспорта будущего. И нас после Иннотранса позвали как раз выступить на этой конференции юбилейной в МИТе. И я ездил с небольшим докладом. Сейчас в МИТе все занимаются вакуумным транспортом. То есть, я думаю, за будущее вакуумного транспорта в России можно быть спокойным. Скорость 1200 мало, надо 4, 6, 8, там уже кто на что гораст, я не знаю. Чтобы деньги получить из бюджета, можно сказать, 15 тысяч километров в час, побежали. Но понятно, что все это, конечно, такие истории. Вот. Я решил выступить с докладом в МИТе именно по мобильности 4.0, попытаться рассказать самые такие интересные новые темы, которые я слышал на Инотрансе. Вкратце, мобильность 4.0, это попытка объединить движение человека и превратить его не в вот этот вот сложный путь из дома в маршрутку, в автобус, в поезд, в метро, в самолет. Вот это вот сложный путь, который мы должны все проходить для того, чтобы просто перейти из точки А в точку Б. Превратить этот путь в максимально легкий для нас процесс. Оцепровать его, чтобы, выходя из дома, ты знал точно в какую секунду, в какую минуту подойти к станции посадки, погрузиться туда, не ожидать, не проходить какие-то процедуры контроля, чтобы все это было единым цифровым коридором, где взаимодействуют идеально системы программного обеспечения и подвижной состав, транспорт, где они сшиты друг с другом на идеальном уровне, чтобы это не было заметно. Как раз вот о персональном мобильном средстве, о котором говорили мои коллеги, это очень важная вещь, часть которой занимала дискуссия на инотрансе, как должен выглядеть подвижность состава будущего, должен ли это быть автомобиль, может ли это быть поезд, поезд, который не дает того уровня комфорта, который нам необходим для того, чтобы перемещаться, автомобиль, который не дает того уровня безопасности, с которым нам необходимо перемещаться, об этом я все расскажу попозже. то есть основная идея такая превратить то место, в котором мы проводим кто-то полчаса в день, кто-то 4 часа в день, кто-то 8 часов в день, да, об этом говорил Владимир Маслов, что это та часть, которая, а, извините, Лариса Артамонова, я сейчас уже не очень помню по поводу спикеров, кто говорил, что мы проводим в движущемся средстве большое количество времени, мы можем провести его нервно управляя дорогой, переключая скорости, мы можем провести его там, трясясь в самолете на взлете, на посадке, а мы можем проводить его продуктивно, мы можем заниматься в нем, там, отдыхать, мы можем заниматься в нем работой, это для этого мобильный офис, мы можем в нем заниматься фитнесом, как говорили мои коллеги, да, и не перестает поражать меня своим полетом мысли. Вот, то есть идея, о чем говорили на «Инотрансе», это превратить процесс передвижения в такой же полноценный процесс жизни, момент жизни, как и нахождение дома или на работе. Вот это третье место, которое кроме дома и офиса, позволит человеку плодотворно работать, потому что даже если считать экономическим языком, те потери, которые уходят на те часы, пока ты едешь в офис, это миллиарды долларов, если считать для всего мира, это огромные суммы. Алексей, сейчас, фамилия у него Добрент, это министр транспорта Германии, сказал, что в своем вступлении на открытие выставки «Военнотрансе», что с точки зрения цифрового развития все уже готово. Уже можно оцифровать передвижение, уже можно вшить электронные билеты, системы контроля, но транспорт сам по себе пока не готов. Транспорт еще и с 20 века. Мы живем в 21 веке, уже скорости перемещения информации колоссальные, оцифровка всего и вся идет. А транспорт пока не готов сделать те самые решения, которые позволят создать эту мобильность 4.0. Вкратце, то, что предлагают операторы железнодорог, это не то, что требует сейчас клиента, то есть мы с вами. Из достижений рельсового транспорта, о которых говорилось на выставке, они, конечно, сейчас я буду их рассказывать, расскажу первый пример, в немножко саркастическую ухмылку, но понятно, что все равно это движение в правильную сторону. Там министр транспорта канадских дорог, ой, министр, глава канадских дорог сказал, что его достижением является то, что он провел мобильный интернет в железнодорожные составы. В Канаде, хотя подавляющее количество это именно грузовые перевозки, поэтому для пассажиров он сделал удобно. То есть, в принципе, это правильное движение в сторону мобильного офиса. Они пытаются превратить переезд в возможность работать, но не с тем комфортом, который необходим клиенту 21 века. Сейчас вообще железнодорожная отрасль Европы сталкивается с большими проблемами в плане конкуренции с автомобилями. Увеличиваются квоты, точнее, уменьшаются гранты, усложняются для ЖД процессы согласования. железнодорога Европы сейчас, как, скажем так, передовая отрасль мира в области рельсового транспорта, терпит большой, скажем так, наезд со стороны автомобильной индустрии. Что они делают с этим? Они предлагают увеличить комфорт, упрощать процедуру сертификации, пытаться объединить все в единую сеть, но они все отчетливо понимают, они пытаются использовать, вот они пытаются прийти в этот 21 век с устаревшей технологией, с той технологией, которая не может дать ответ на те требования, которые предъявляются к экономике клиентами. Это по поводу рельсового транспорта. Немножко касались вот вопросы именно автоиндустрии. Сейчас мощным трендом в развитии автомобилестроения или вообще в автомобилях является самоуправляемые автомобили. Вы все видели последние вот в среду, если не ошибаюсь, было у Элона Маска, у Тесла презентации, где они показывали, как машины сами без людей паркуются, высаживают, там ждут где-то хозяина. 63% компаний Кремниевой долины занимаются не социальными сетями, не поисковиками, как вы думали, они занимаются вопросами мобильности. Сейчас огромное количество компаний по всему миру думает о автопилотах для машин, они работают в области электричества для того, чтобы машины передвигались. То есть сейчас это очень мощный тренд, который идет и который замечать невозможно. Замечать не невозможно. Но какие недостатки самоуправляемого транспорта? В первую очередь ошибка всех людей, ну это не мои слова, это слова венчурных инвесторов из Кремниевой долины. Все почему-то думают, что вот завтра мы проснемся и все поехали на суправляемых автомобилях, на автопилотах. Такого не будет никогда. Это будет долгий процесс, который будет с десантной скоростью, нарастающий. Из-за проблемы с аварийностью может быть он будет откатываться обратно. То есть это не то, что завтра наступил внезапный мир автопилотов. Такого не может быть. Ну, проблема с... Там основная история с автопилотом то, что он очень тяжело оценивает меняющуюся окружающую обстановку. Погода сменилась, какой-то объект появился и исчез, у автопилота проблема. Убер, например, который сейчас активно тестирует автопилота в одном городе, в Америке, я сейчас не помню в каком, они говорят о том, что они столкнулись со странной проблемой. Если, например, утка переходит дорогу, объект появляется и исчезает в дороге, то все, машина начинает глючить, тупить, останавливать, не понимая, что дальше ей делать. Но самая интересная вещь, которую я недавно услышал от концерна Mercedes-Benz, который сейчас тоже разрабатывает автопилота, это слова Кристофера фон Хьюга, руководителя разработки систем вождения Mercedes-Benz. Он ответил очень интересно, немецкой точности, он ответил на моральную дилемму, которая стоит между всех производителей. Кто важнее, пешеход или водитель машины? Кем жертвовать в случае, когда стоит или-или? Немцы ответили очень просто. Беспилотники Mercedes-Benz в аварии будут жертвовать пешеходами. То есть для беспилотника главный водитель. И если кто-то переходит дорогу и случается такая ситуация, что надо будет выбирать между жизнью водителя и жизнью пешехода, то беспилотник будет выбирать жизнь водителя. И внимание, вопрос, а если это переходит дорогу ребенок? А если это твой ребенок? Вот на этот вопрос ответить не могут они. Ну, я тут привел еще в пример несколько проблем, с которыми сталкиваются с проблемой автотранспорта. Вы поняли, что самая важная проблема это движение в одной плоскости с человеком. Пока машина будет двигаться в одной плоскости с человеком, проблема моральной дилеммы выбора кто важнее будет всегда. Это невозможно избежать, это невозможно исключить. Вот это миллион двести пятьдесят человек, которые гибнут в год в автоавариях. Это официально. Неофициально. Я думаю, что где-то в Габоне, в Нигерии могут и не считать эту статистику. То есть какие суммы на самом деле, какое количество людей на самом деле умирает в год, мы не знаем. Мы говорим, война ведется в Сирии, в других странах. Так это просто небольшое количество по сравнению с той войной, которая идет каждый день на дорогах. Сколько людей остаются калеками, сколько людей выключаются из нормальной возможности активно участвовать в социуме. Мы не представляем. И вот эта война будет идти до тех пор, пока машины будут двигаться с нами на одной плоскости. Этого никак не избежать. Даже автопилотами. Ну и появляется наш любимый Skyway, конечно. О нем на открытии и на трансе не говорили, но мы же понимаем все, что можно говорить... Они ходят вокруг да около. То есть есть рельсовый транспорт, который, по идее, движется в отдельной плоскости от людей, но не может решить те проблемы, которые сейчас ставят перед ними 21 век. Есть автотранспорт, который вроде бы является персональным мобильным средством, но очень для людей опасен. А то, что предлагаем мы в качестве транспортного решения, со мной здесь согласился один из представителей компании Siemens, он вице-президент одного направления, он был у нас на стенде, и после презентации моей, ему нашей технологии, он сказал, интересно, потому что это может быть то самое недостающее звено, которое сейчас все ищут слепую по всему миру, но не могут найти. Вот это вот переход между устаревшей железнодорожной технологией, обладающей своими неоспоримыми плюсами, и вот этими самоуправляемыми машинами, которые тоже имеют свои плюсы, но в силу конструктивных особенностей имеют вот этот основной главный минус, большая опасность для человека. То есть то, что предлагаем мы, даже с позиции серьезного эксперта, до Симонса, конечно, он не мог сказать, ребята, Skyway, все покупаем, все Симонс закрываем, конечно, нет. Но он сказал очень интересную мысль, что вы можете являться этим ответом на этот вопрос. Ну, вкратце, я думаю, что на этом я закончу свою презентацию по поводу тех мыслей. Я еще раз прошу прощения, если вдруг это показалось может быть не до конца оформленным. Мне пока хотелось поделиться теми идеями, которые я услышал на Инно-Трансе и тот вывод, который я сделал пока за тех экспертов, которые не знают о технологии Skyway. Значит, по поводу той конференции, которая будет в конце ноября, конференции, да, мы хотим сейчас попробовать сделать следующим образом. В конце ноября к нам приезжают наши коллеги из Австралии, там приезжают уже инженеры для того, чтобы начинать работать с нашими инженерами в зале струнные технологии и приезжает уважаемый человек один, он является, скажем, политическим лоббистом там в Австралии и ему хочется посмотреть. Вот как Рот Хук приехал в сентябре прошлого года, чтобы пощупать и как инженер убедиться, что все это реально, так вот приезжает этот человек, я пока не буду назвать фамилию, для того, чтобы посмотреть со своей позиции и дать зеленый свет развитию в Австралии и не только уже там в университете, а просто чтобы, скажем, своим именем подключиться к развитию технологий. И мы решили вокруг этого приезда сделать такое небольшое закрытое рут-шоу для инвесторов, для тех, которые давно за нами уже наблюдают наши друзья, там, коллеги Сергея Анатольевича, которые давно уже слышали о проекте, но которые хотят, говорят, ребята, красивые дизайнеры работают, инотранс, мы хотим приехать посмотреть на реальный продукт. И мы хотим сделать для них небольшое такое мероприятие, чтобы посмотреть, повзрослели ли мы, выросли ли мы из вот этого вот полуинтернетного проекта, полупроект, находящегося в интернете, который там существует, не существует, огромное количество критики, да, идет. Мы хотим посмотреть, выросли ли мы из этого проекта в уже полноценную инвестиционную компанию, которая интересна для крупных людей с большими деньгами и с серьезным именем. Поэтому 29 ноября, мы планируем сделать такое закрытое мероприятие. для этого мы сейчас готовим, скажем, делегации из ряда стран. Это будет Австралия, это будет Филиппины, это будет Россия, это будет, сейчас я полечу в Индию, будем договариваться там, Швейцария, ну и там еще пара-тройка стран сейчас будут, то есть как бы делегации и людей из них сейчас находятся в процессе переговоров, потому что мне кажется, что время пришло. я хочу еще раз передать большой привет всем от Анатолия Юницкого, большую благодарность вам всем за поддержку нашего проекта общего, ну и идем в будущее, у нас все сейчас уже будет идти все больше и больше интересно. и идем в будущее и вместе с практикующей по караванде. Виктор, молодец. на вопросы и ответы отключаем, да? Все, заработал. Благодарим. но хочу сказать, что всегда мы рады слышать о новостях и всех, всего того, что происходит в центральном офисе, что происходит в Экотехнопарке, где у нас партнеры, как они развивают проект по всему миру и каким следующим проектом мы стремимся, но то, что было создано до сегодняшнего дня, конечно, зависит очень сильно от того, как мы все участвовали в этом. И знаете, что нас уже очень много и во многих странах. И в каждом новом месте, в каждой новой стране все начинается с какого-то маленького начала, с каких-то первых людей, которые вначале не понимая почему, но вдруг берется за этот проект и идут дальше. И таким образом мы растем и расширяемся. И сегодня все-таки хочется, чтобы весь зал видел этих людей, которые являются первоначальными. Мы все участвуем сегодня, и не только те, которые в зале. Я все время напоминаю, что у нас огромное количество инвесторов, огромная, большая, очень большая команда, но в каждой стране есть те люди, которые, во-первых, они первые, во-вторых, они берут очень серьезную ответственность на себя. Поэтому, я думаю, сегодня стоит нам знакомиться друг с другом и каким-то образом даже поблагодарить и передать через этих первых людей, передать большое спасибо всем тем, которые остались в своих домах, в своих странах. Поэтому я буду приглашать сегодня гостей. и... начнем с соседей, потому что соседи у нас тут рядом, это основная команда, которая с нами, и потом уже дальше, дальше, дальше поговорим о всех гостях. Я вызываю в данный момент нам здесь, на сцену, людей прошу прийти и остаться. начнем где-то минут через 20 еще раз. Благодарим Литву за участие в проекте действительно уже с 2014 года и вызываю тех людей, на которых сегодня лежит вся эта ответственная задача, которая связана с развитием Скайвея. Владимир Павлов Аурелиус Краев Аруна Саминайтеса Алдуана Медедескеда Владимир Капов Роберт Аскапелиус И каждой стране мы сегодня дарим особенный подарок это наш новый флаг Скайвеи Капитал поэтому каждая страна сегодня уезжает домой с подарком общим подарком на всю страну Владимир Аплодисменты Эстония наш теплый сосед Райво Стэнман Ирина Булкова Светлана Сабайкова Владимир Маслов Германия Жанна Генжелина Розмари Питер Пожалуйста дамы Жаня Швейцария Казахстан Какие далекие гости у нас из Казахстана Лейлай Гарфенова Ну ладно друзья сейчас батарейка опять садится я сейчас выключаюсь где-то через 15-20 минут мы еще включимся когда батарейка подзарядится у нас там еще будет вершающийся Норвегия Александр Пежинский в своем городе и делает как это может ну делает со всех сил от чистой души и с одной целью любит Скайвей и жизнь наверное превратилась только в жизнь Скайвея благодарность огромнейшая и также приглашаю еще раз перед всей командой для общей фотографии членов правления компании Скайвей Кэпитал еще раз Евгений тебя вызываем повторно впереди и мы приготовим небольшие подарки всем кто выступает эти два дня поздравляю поздравляю Елена сейчас придется подарки ирина волкова член правления Скайвей Кэпитал Лариса Артамонова член правления Скайвей Кэпитал Аплодисменты 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 И мы через Виктора, конечно, хотим сказать пару слов Анатолию Эдуардовичу. После таких тяжеловесов, конечно, трудно говорить, но я попытаюсь. Анатолий Эдуардович для меня лично это как Гагарин, который вывел в космос человечество. Анатолий Эдуардович выведет на второй уровень в космос весь транспорт на планете. И что можно ему пожелать, что можно подарить? Я хочу подарить человеку, который подарил нам новый вид транспорта, который подарил нам 40 лет своей жизни, у которого голова и мысли оценены сегодня в 400 миллиардов. Поставьте себя на мое положение. Конечно, мы ему передадим скромный наш подарок. И самое главное, мы ему передадим слова благодарности, пожелание, конечно, быть здоровым и осуществить то, что он задумал. А я хотел бы, чтобы из зала, экспромтом, вы, так сказать, набросали пожелание, чтобы это было не только от меня поздравление, от нашего форума, от нашего большого мероприятия европейского. И пусть Виктор это все запомнит, ему передаст. Поэтому, что мы можем пожелать Анатолию Эдуардовичу? Слушаем вас просто экспромтом из зала. Здоровье! Еще что? Здоровье это понятно. Он сказал, не дождетесь, он пока все не осуществит. Поэтому у него здоровье, дай бог, нам каждому. Терпение. Терпение, здоровье, полголетие, молодости. Ну, молодость у него тоже не занимает, у него жена молодая, которая заставляет его быть молодым. Да, дети маленькие, которые надо еще на SkyWay покатать. И новый, который... Да. Вот представители от Казахстана хотят сказать свои пару слов, пожелания. Я желаю всем, и ему тоже 5У. Уверенность, увлеченность, удовлетворенность тем, что вы делаете, и соответствующие результаты. Удача и успех. Всем вам и нам. Так что, будь здоров, Анатолий Эдуардович, а мы тебя не подведем. Так что, можно будет ему передать. Женя, давай. Дорогие друзья, у нас после конференции на транса в Берлине, когда мы проводили конференцию, а потом сидели в ресторане, у нас родилась такая кричалка. Это, наверное, все уже навсегда и на всю жизнь, да. Это закручивание просто энергии. И давайте мы сейчас вообще всем залом подарим еще Анатолию Эдуардовичу просто вот этот огромный глыбу, да, импульс, энергии. Звучит это так. Сначала я, а потом все вместе. Скай-вэй! Еще раз, давай. Скай-вэй! Молодцы. Скай-вэй! Молодцы. Я все-таки думаю, что когда-нибудь Олимпийский величинец вертал. Конечно, у нас еще один человек без подарка. Это человек, у которого вагон также энергии, который патриот Скай-вэя до мозга костей. Это наш руководитель, наш лидер. Инатана Анжена. П connaît! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...